Эй, ребята, с вами Оля и Игорюшка. Сегодня у нас выйдет. Лететь нам очень далеко, очень долго. Чипсы будем. В общем, мы с Игорем сидим вместе. Лиза где-то, а он, Лиза, Саша и папа сидят. А мы будем фильмы смотреть, мультики. Только что с Игорюшком мы играли в Ашка, в Энгребер, и в шахтах. Такого длинного полета у нас еще не было. У нас полет 9 часов, больше 9 часов. Подожди, слончики. Да, здесь покажу, какие экранчики. Мы вылетаем вечером, мы вылетаем в половине девятого. Мы уже немножко устали, немножко подхумарились в аэропорту. Поэтому, я думаю, мы сейчас, как только взлетим, мы сразу повыступаем. Пожелайте нам хорошего полета. Как мы проведем эти 9 часов полета, я буду вам показывать. Завтра нас ждет еще часов 10 пути, поэтому перелет у нас долгий. Сейчас покажу вам наши игры. Вот тут такой экран, мы выбираем язык, выбираем там музыка, игры, информация о полете для детей. Я выбираю игры. Тут можно в Энгреберс поиграть. А я вот как раз играю в Энгреберс, вот, в перелете. Очень большой самолет. Он смеется надо мной туда. А, да, когда ты уровень проваливаешь. Ну, вот так вот. Доброе утро, ребята. Мы уже проснулись. Ночь провели в самолете. 10 часов пролетели. Вот так, пчелки уже пролетели. Спать, конечно, жутко неудобно. Голова отваливается, ноги вытекают. Зато мы уже на 10 часов ближе к нашему отдыху. Но у нас еще часов 10, наверное, в пути. Игорь, ты что смотришь? Бегущий в лабиринтель. Ну, а я сейчас играю. И еще раз и пробью. У нас такое достаточно бодрое утро на час, потому что мы проснулись, сидя в креслах в 4. О, вот это была посадка. Просто как раз под нами сейчас шасси, именно под нами. 5 часов мы и работаем. Ну, как бы сидеть, не будем мы особо сидеть 5 часов в аэропорту, потому что нам нужно сначала забрать багаж, потом достать багаж, потом привезти в другое место багажа, и в итоге 5 часов пролетят быстро. В самолете, конечно, прохладно. Мы до сих пор в кофточках сидим. Интересно, как будет сейчас на улице. Но, по-моему, тут уже должно быть достаточно тепла. Летим дальше. Ребята, это аэропорт Бангкок. Ребята, даже в Бангкоке Лиза встречает вас, подписчиков. Это круто. Это очень круто. Привет, ребят. А мы в аэропорту в Бангкоке находимся уже часов 6, наверное. Лизуша, ну и папа тоже сидел, вырубила немножечко, уже очень сильно хочется спать, конечно, потому что мы проснулись, как вы знаете. А, ковсанька еще на заднем фоне. Мы проснулись в 4 часа по киевскому времени. Поэтому день у нас сегодня такой, шиворот на выворот. Много достаточно людей, но радует то, что обычно говорят сейчас крайне мало. Поэтому можно себе позволить все свободно говорить, петь, танцевать. Спитку как. Спитка в аэропорту. Ну и папа рядом. Ну а мы дальше полетели. Да, прошел уже целый день. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок. Ура! Мы прилетели. Уставший капец. Лизуш. Лиз. Сонные все. Ждем наш багаж. И надеемся, что скоро наше путешествие, точнее не путешествие, наше путешествие только начнется, а вот дорога уже закончится скоро. Надеемся, что наше такое длительное путешествие оправдает себя своей красотой, природой. Саня, Саня, запрещено тараниться, ясно? Ты понял? Отлично. Тараниться чемоданы. А мы прилетели в Букет. Ребята, опять всем привет. На борту такие, вообще кондиционеры сильные. Очень, очень холодно. Я детям подоставала пледы, полки вообще, чемоданы из багажа забрали. Мы выходим на улицу. А здесь реально сауна. Пахнет сауной. Волки, плажные, все классные. И очень, очень жарко. В футболке, в майке, ну просто жарко. И мы сейчас выглядим, знаете, как снеговики. Честно, одеты, такие с длинным рукавом. Боже мой, здесь реально очень жарко. Наверное градусов 30, так 100%. У-у-у, ребята, мы в Таиланде. Танечка, в Таиланде. Да, ну вообще Таиланд называют Тай. И даже мы уже не в Таиланде, мы на Пхукете. Это еще, это дар, такой полуостровочек. Но от центра, от Бангкока, это очень далеко. А мы сейчас взяли машину в прокат и еще не били. На стоянке на парковке, чтобы не кататься сейчас на такси. Потому что такси нам обойдется дороже, даже, чем арендовать машину на метерых. Поэтому мы берем автомобильщики и будем кататься, передвигаться на машину. Мы путешественники по парковке. Путешественники по парковке. В надежде найти машину. Да. Но мы путешественники не только по парковке, Саня. Это мы вообще, получается, через полуземного шара пролетели, да? Вот, вот здесь наши, где так, авис, авис, есть везде. Что, говорит, чемоданы тут оставлять? А что, они нам вывезут машину? Интересно, какая у нас машина будет? Ребят, какая у нас машина будет? Тойота! Тойота? Вот это наша? Да. Тойота Вилл. Интересно. Похоже на Тойоту Камри. А куда он поехал? Проверить работает она или нет? Ребят, хотите петон? Я уже сняла пусту. Но от этого мне не стало прохладнее. Мне стало еще жарче. Ну, просто сейчас по местному уже почти 8 часов вечера. 8 часов вечера, ребят. И так жарко. Я боюсь, что будет завтра днем. А по-нашему сколько сейчас? По-нашему сейчас всего лишь... Нет, не сейчас, немного меньше. Половина 30. Ребят, а посмотрите, вот она отражает как раз Тайланд. А сейчас по местному по Киеву 4.30, полтретья. Мы сейчас настолько устали. Мы реально думали, что сейчас примерно по усталости 7-8 часов. Мы смотрим и всего лишь полтретьего. Понимаем, что для полтретьего я очень устала. Конечно, да. Нам очень легко придется как бы с дирекладом. То есть у нас его почти не будет. Мы будем уставшие, заснем. И на утро мы проснемся по их времени. Мы по их времени проснемся 8. А по-нашему это будет 4. 3. 3 утра, еще лучше. То есть каждый день мы будем просыпаться в среди ночи, понимаешь? Первый день будет несложно, потому что мы сейчас уставшие. А где шорты? Я бы переоделась. Так, извини. А у папы в рюкзаке. Я буду тут, потому что у меня была шорта. Хотите шорты переодеть в машине? Так, ребят, садимся в машину. Опа! И где же наш руль? А руля-то? Нет, забыли руль приделать в эту машину. Есть он просто с другой стороны. Ребята, а в какой стране мы еще были? Где есть левосторонние? Шри-Ланка. Кипр. Правильно, Шри-Ланка правосторонняя. Вы на механику садились, помните на Шри-Ланке? Да. Так, мы решили, что нам срочно, просто срочно необходимы фрукты, морепродукты и плавание. И водичка. И водичка. Но нам ехать еще от репорта до отеля еще часик времени, поэтому 50 минут уже, 51 минуту. Поэтому наше путешествие продолжается. Посмотрите, ну точно как мы с Лианкой, да? Вообще очень-очень-очень. Смотрите, как оно. Ура, спустя 20, не знаю, с чем-то часов. Мы прибыли, ура. Вот наши чемоданы. Ровно 23 часа. Надо из Киева ехать 23 часа в Каиланде. Мальчика забыли, тут прошлое жилье. Или там уже свеженький мальчик? Мальчик, ты наш? Молодец. Свеженький прибыль. О, тут ванна. Прикольно, огромное. Ну сейчас мы пойдем мороженое. А что это? О, что это такое? Кухня, комната. Пошли на балкон. Как оно открывается? О, опа. Саня, посмотри. Саня. Я не могу не спать здесь. Хорошо. Ладно. О, боже, там море. Море, море. Адаманское море. Индийский океан. Адаманское море. Здесь будем завтракать. Так, девочка в телефоне. Вот такое у нас путешествие получилось. Подмосковье. Луна. За фруктами, мороженым. И купальниками. Искать и 22. Ребята, обалденная луна просто. И мы все-таки пришли на море, на океан пришли. Вода просто теплая. Не можем удержаться, потому что нужно усталость каким-то образом смывать. Хотя сейчас уже и достаточно поздно, около 10-11 вечера. Но нам нужен отдых. Именно релакс. Кто это? Лиза! Ребята, если хотите, то больше видео с Таиланда. С нашего отдыха обязательно. Ставьте колокольчики и подписывайтесь. Всем пока. Привет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...